Виктория Третьяк 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 которые работают в этом регионе. Об этом в Брюсселе заявила представитель главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон Майя Касьянчич. По ее словам, ЕС продолжает отслеживать ситуацию в выполнении режима прекращения огня. При этом осуждает обстрелы, которые периодически продолжаются в Донецке. Тем временем, высший исполнительный орган Совета Европы, комитет министров, признал присутствие российских войск в Украине и призвал Москву вывести их с территории государства. В МИДе Украины считают такое решение беспрецедентным. В конце августа вывести войска призвали Россию в НАТО. СБУ задержала главаря диверсионной группы, которой руководил Гиркин. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Диверсант по прозвищу Сеня возглавлял террористическое формирование в так называемой ДНР. На счету банды, вооруженные нападения на колонны украинской техники, блокпосты сил АТО, подрыв мостов, диверсии в мирных кварталах городов. О совершенных преступлениях террористы отчитывались лично Гиркину. Со слов местных жителей, диверсант раньше работал в областной госавтоинспекции, а сейчас, пользуясь личными связями в правоохранительных органах, готовил пополнение в свою группу из числа местного криминалитета. В настоящее время продолжается следствие. Украинским силовикам, которые находятся в зоне АТО, не хватает военного обеспечения. Об этом сегодня заявил командир батальона патрульной службы милиции особого назначения Киев-1 Евгений Дейдей. По его словам, наши ребята готовы воевать, но для этого им не хватает бронетехники, нового вооружения. А сейчас еще особенно остро стоит вопрос подготовки военных к зиме. Мы хотим, чтобы нам выдали нормальное вооружение, чтобы мы могли достойно отстаивать свою страну. Особенно, вы понимаете, сейчас близится время к зиме, и я не знаю, как я смогу отдавать приказ бойцу, ну, вне зависимости, там, идти в атаку, либо идти на разведку, понимая о том, что у него нет ни термобелья, у него нет ни спального мешка. Он элементарно даже не сможет ночью высидеть там в засаде, либо пойти в разведку, там, в поле где-то находиться, потому что он замерзнет. Национальный банк Украины дополнительно передал для украинской армии 7 автомобилей. Всего с начала проведения АТО, НБУ в рамках благотворительной акции передал Министерству обороны и службе безопасности Украины 73 машины. Около 70% из них бронированные автомобили, которые ранее использовались инкассаторами. Ранее в зону АТО направили две машины скорой помощи, полностью укомплектованные реанимационным оборудованием. Напомню, в апреле на средства сотрудников Нацбанка для нужд военных приобрели 80 комплектов раций, 10 дизельных генераторов, более 100 бронежилетов, медикаменты и медицинское оборудование. На проведение АТО в этом году потратили 63 миллиарда гривен из госбюджета. Об этом рассказала председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады Ирина Герасченко. Из них Минобороны выделили 27 миллиардов. Тем не менее, ведомство пока использовало лишь 70% полученных средств. Еще на 57 миллионов уже подписаны договоры и ожидается использование этой суммы. Ирина Герасченко отмечает, что силовики медлят с закупкой необходимой для армии техники и оборудования. Тем временем, украинцы пожертвовали на вооруженной силе 155 миллионов гривен. На 10 сентября использовано только 61% этой суммы, то есть 83 миллиона гривен. Основная часть средств потрачена на закупку вещевого обеспечения. Это 72 миллиона. На медицинские услуги еще почти полтора миллиона гривен. И примерно такая же сумма на обеспечение связи. В Украине начала работать первая миссия международных наблюдателей за досрочными парламентскими выборами. От европейской миссии НЕВА прибыли первые 6 наблюдателей. Всего же от этой организации в ЦИК аккредитовано 50 специалистов. Они с 20 сентября начнут мониторить избирательный процесс во всех регионах Украины, включая Луганскую и Донецкую области. Наблюдатели миссии уже знают особенности избирательной среды и законодательства Украины. Ведь это уже девятая миссия НЕВА в нашей стране. Всего же на счету организаций свыше 200 избирательных компаний по всему миру. Мониторить выборы обещают в соответствии с международными стандартами объективно и достоверно. Цель наших наблюдателей – содействовать прозрачности избирательного процесса в Украине через мониторинг и подготовку отчетов о важнейших аспектах выборов, руководствуясь наилучшими практиками и стандартами международного наблюдения. Мы стремимся, чтобы свободное волеизъявление избирателей было учтено. И пока на этом все. Еще увидимся. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok